В преддверии наступления нового срока уплаты имущественных налогов за 2018 год, а это 2 декабря 2019 года, хотелось бы предупредить о неисполнении налогового законодательства. Всем налогоплательщикам направлены налоговые уведомления об уплате имущественных налогов за 2018 год и в случае неисполнения обязанности по уплате налогов в установленный законодательством срок, а это 2 декабря 2019 года, налоговым органам будут применяться меры принудительного взыскания. А именно, всем налогоплательщикам будут направлены требования об уплате за должность. В случае неисполнения обязанности по уплате за должность в установленный срок налоговым органам будет инициирована процедура по направлению заявления о взыскании за счет имущества должника судебные органы. Далее суд вынесет судебный приказ, который будет направлен либо в адрес работодателя для удержания заработной платы, либо в банк для взыскания за счет денежных средств, либо в службу судебных приставов. Арест имущества должника с целью дальнейшей его реализации, запрет выезда за границу, иммиграционной службой будут проверяться запреты выезда за границу, запрет на денежные средства в банках и запрет на регистрационные действия имущества. К сожалению, на сегодняшний день у нас уже за предшествующие периоды есть ограничения за должность перед бюджетом, поступившим в законную силу судебным актом. Поэтому, если кто-то еще не получил налоговое уведомление, либо оплатил позже за должность свою, либо проигнорировал и не оплатил налоги, просьба обратиться в инспекцию и проконсультироваться о наличии или отсутствии задолженности. Так как, если вы не исполнили обязанность по уплате налогов в установленный срок до наступления срока уплаты, то сумма за должность ежедневно продолжает расти за счет начисления пеней. Еще хотелось бы обратиться к индивидуальным предпринимателям. В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин обязаны уплачивать страховые взносы с момента приобретения им статуса индивидуального предпринимателя и до момента государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Поэтому в случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности и с целью снятия налоговой нагрузки рекомендуем вам прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации. Для этого вам необходимо обратиться в многофункциональный центр по месту своего жительства для подачи заявления о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, так как наличие непогашенного долга является основанием для принятия ограничительных мер взыскания.